Снова возвращаемся, Евгений да Олег, Олег да Евгений, Контр-Лоджи Гейминг да Имморталз, Имморталз да Контр-Лоджи Гейминг, кто бы мог подумать, вторая карта, карта The Train, и уже CLG выиграли первую карту, теперь, ну, можно сказать, что, наверное, Имморталз на поле команды CLG, но здесь тоже, может быть, не всё так просто, надо бы посмотреть, первый пистолетный на ваших экранах. Ну что ж, попытаются бразильцы вытащить эту карту, для них, конечно, если про лиги всё не так сладко, на самом-то деле, но они по-прежнему, если не ошибаюсь, находятся вверху таблицы, я даже проверю это чуть-чуть попозже, как бы то ни было, ребята стараются, старались прежние ребята, но вот после конфликта всё-таки случилось всё не так просто, Стилл находит голову Рики, уже встретиться, отлетает в этом раунде, пока что пистолетка не такая яркая, как была у нас на карте Кубблстоу, но по-прежнему бразильцы могут вытащить, хотя вот CLG, опять же, на своей карте могут показать весьма неплохой перформанс, какой-то класс, там Итан в одному воюет, получает в голову за такую дерзость, и всё-таки отправляется команда CLG на плент-б, есть возможность пройти, там получает хорошую хаешку Катлер, у него 11, прошу прощения, ну и бомба стоит, это уже немаловажный факт для команды CLG. Вопрос, могут ли они под неё сыграть, потому что наверх никто не поднимается, на данный момент даже номер 8, и номер 8 уже отлетает, так же, как и номер 6, это ФНС, это Катлер, соответственно, Иммортал сдефьюзит эту бомбу, в итоге становится счёт 1-0, и, ну это, кстати, на сильной половине, да, команда Иммортал здесь начинает, опять же, и на слабой половине Детрейна всё-таки CLG. Для команды CtrlG Gaming по-хорошему было бы, ну, как обычно, было бы здорово, скажем так, победить в этом пистолетном, взять, например, 3, там ещё потом чё-нибудь, чё-нибудь, потом, например, 5, а там уже, если чё, можно отлетать до второй половины. Но теперь Иммортал взяли этот раунд, и тут либо, опять же, 40, да, и CtrlG Gaming пытается вытаскивать, но бомба поставлена, тут никакого форса не будет, до третьего раунда до девайсов. Подождём, в общем, пока всё очень приятно для команды Иммортал. Болтс принимает выход команды CLG на коннектор, забирает второго, третьего, и неплохо получается, можно ещё и оформить квадро. Болтс даже не особо просил по ХП, Болтс идёт дальше, пытается найти Рикки, Рикки палец, и тут же возможность, но там ФНС, подставляйте, Болтс может сделать эйс, Болтс. Там прошивают Рикки, Рикки живёт пока что, но это, возможно, эйс, это эйс от Болтса, в одного разбирающего команды CLG на экономическом раунде. Да, это эко, но всё равно такое бывает не так часто. 6-0-0 у игрока команды Иммортал, ребята, пока что держатся на плаву. Да. И, кстати, я ошибся по поводу того, что находится Иммортал в стопе, у них там было 3-4 до прошлого матча, так что они там даже ниже, чем у CLG. Да, да, именно так. Ну что ж, второй раунд для команды Иммортал, третий раунд, девайс, на итоге от CtrlG Gaming. Посмотрим, посмотрим, поглядим, потому что смогут ли вытащить по гранатам вообще полный голяк, здесь ничего нет, вообще физически просто ничего нет. И, на самом деле, сложно. То есть, вот они пытаются, да, зачекать зелёнку слонга, бомба скинута на мусорке, пока что около нолика тиспауна. И тут такой момент, что куда сейчас ребята пойдут, понятно, что это возможный сплит даже с трёх сторон, например, попдог, апдаун он же, соточка и зелень. Кстати, он реально готовится на данный момент, действительно. Но пойдут ли они всё-таки всё ещё на А? Ну, по идее, должны пойти. Бомба медленно, но уверенно перетекает ближе к зелёнке, и, соответственно, через лонг бомбкерри вместе с двумя своими тиммейтами пытается выйти. А там ещё номер 8 и 9 будут через миддл. HZ рискует, Молотов не точный. И ошибка. Такая банальная, но такая важная для игрока команды из Бразилии, и, соответственно, сейчас флешка влетает, но под неё не выходит Сил-Джи. Попытка ещё, отбавляя Сил-Джи, может сама собрать оппонента, брат, второй пошёл так же, третий не получается, потому что заканчиваются патроны в обоим. И тут же 3 в 3 команда с Имморталс пока что в меньшинстве и скилл вместе с Заком. А пока что вот стак команды Имморталс, но если считать, конечно, тренера именно вот игроком команды, тут такой тоже вопрос. Но пока что игрок. Итун, вантапчик по стилу, и тут же Катлер завершает жизнь Зака 2-1. Первый девайсный и первый раунд, но, как мы видели, ошибки от Имморталс были. Даже на таком маленьком уровне, которые, ну, должны были быть оточены, если команда хочет пройти дальше, типа как Тембашторм. Для этого должно быть всё уже оточено и давно выбрано. Но, как видим, такой Молтов, который даже не в спешке был кинут, не неточный, как-то вот... Ну ладно, возможно, цепляет просто команде Имморталс, именно Тембашторм, заменим в составе бразильцев. Такой тоже может быть. Тем более, всё-таки состав неопытный. Молтов, кстати, за 3 раунда 6 фрагов, 6-1, тащит прям из последних сил, как только может. Ну что ж, вот тот самый важный раунд для команды Contology Gaming. Может быть, у них получится выйти в раунд номер 2. Подряд для них, потому что гранаты теперь есть. Бомба скинута на ланге. Рики всё-таки как-то умудрился убить SHZ и выжить. Очень интересно здесь, очень интересно получилось. Электрой хп у него остаётся. Ещё и под флешку кидает на зелёнку... На зелёнку флешку кидает для того, чтобы не поджимали. И всё равно Рики очень аккуратно играет и отходит задом наперёд. Опять же, да? Или передом назад, тут уж как посмотреть. На Попдоге пока что нету никаких столкновений. Будет-не будет сложный вопрос. ФНС, наверное, убьёт Зака. Зак... Ну, медленноватый здесь поднимался. То есть, такой момент, да? Просто видно плечик, а там уже просто стреляешь куда-то в тушку. И там через стену, не через стену, абсолютно неважно. Ух ты! Вот то, что Катлер Дестани убивает на Попдоге, это просто одища полная. То есть, всё прорвано, просто всё. Ну, опять же, доминация команды Сил-Джи, как только появляются девайсы, опять же, проявляется моментально. И не получается даже в стрельбе выиграть иммортал своих оппонентов. Да, были раунды прикольные на Коблстоне, где ребята принимали вообще весь выход. Даже, по-моему, не теряясь игроков, или там одного. По-моему, да, играли Зака дважды и в четвером выживали. Но вот сейчас, опять же, видно то, что вот темпа шторма, ребята, не дотягивает. Выживает у нас Стилл и Болтс, костяк команды Имморталс. Но вот в дальнейшем, что же поделать? Не хватает опыта, не хватает, не знаю, скилла в команде... Точнее, заменам. Заменам. Имморталс, и, честно говоря, да, заменам, именно заменам. Не хватает опыта против уже сплочённого коллектива Сил-Джи, так что здесь, ну, вероятно, 2-0. Я не вижу здесь камбэков и вообще бэков для команды Имморталс. Даже вот они взяли 2, но это, возможно, не то, что последние 2 раунда. Они ещё возьмут в дефенсии какие-то раунды, но этого не хватит. Сил-Джи слишком хорошо смотрится против них. Именно в данный момент, в этой встрече Сил-Джи сильнее, чем Имморталс. Намного сильнее. Я соглашусь. Я, на самом деле, наверное, не согласился бы, что намного сильнее, если намного считать, типа, в половину или в два раза больше. Но процентов на 30... Ну, в половину точно. Процентов на 30-40. Может, я думаю, что даже и меньше, чем половина, если я так говорю. Да, то есть процентов на 30-40. Я думаю, да. Может быть, ты прав, кстати, на самом деле. Действительно, почему бы и нет. Но пока 2-2. Такой себе, кстати, такие себе варианты по девайсам у команды Имморталс. Опять же, ой, ещё и куста закупивает. Какая беда. Ой-ой-ой-ой, куста ещё и по болтсу проходится. Беда, слушай. Болтс 8-2 там тащил-тащил. И всё, и бомба поставлена. Попробуйте теперь это ретейкнуть с учётом того, что молот отлетит на коннектор. Я вот замечу, что команды Сил-Джи фрагов-то не так много. Там 3-2-3-2-2 и, ну, вот эти все раунды. А вот у Имморталс, болтс, да. Имморталс, болтс 8. Остальные примерно имеют столько же по фрагам, как и остальные игроки команды Сил-Джи. И вот интересно, получается то, что вот Имморталс практически не погибали в тех двух раундах, которые они выиграли по итогу. Ну да, это начало, конечно же, там были пистолет-раунд плюс антифорс, который Имморталс вытащили. Но всё равно так получается забавно, такая математика. Да, тащит болтс команду Имморталс. Не то, чтобы за уши, но просто пытается стрелять. Сил-Амой, кстати, не так часто видели, он там пытался работать на Кубболстоуне. Но, к сожалению, для фанатов и для тех, кто ставил на команду Имморталс, для тех, кто, опять же, напомню, не знал, что будет такая вот подстава, ну вот реально может быть 2-0 и Имморталс пока что... Точнее, уже не те, которые были. Тут смотри ещё, так как... Говорилось про КВН, КВН уже не тот. КВН уже не тот, да. Зато ведущий вроде как тот, хотя давно не смотрю, если честно. 7 фрагов у всех ребят из команды Имморталс, а у болтса единственного 8. Интересный вариант. То есть болт сильнее, чем 4 человека в его же команде на данный момент. По фрагстату в смысле, да? Только по фрагстату пока что. Хотя, кстати, может и не только по фрагстату, между прочим. Поджимы. Зелени от команды Имморталс могут уменьшаться успехом. И Катлера здесь могут каким-то образом поймать. У него ещё бомба находится на руках. Опасные вещи. Зелёнка в итоге пытается прочекать пулями ребята из команды Control G Gaming. Ну, прочекали. Обратная ХЕ-шка полетела. Теперь точно понятно, что кто-то там есть. Каким образом... Ну, точнее, не то, что каким образом. А SHZ почему-то дико везёт. И по нему так пули и не залетают. Понятно, что там стена вообще-то и коридор довольно узкий. Но всё равно... Ну, то есть ничего не простреливается, да? И по SHZ вот так ничего не залетело, кроме минус одного хп. Я бы, наверное, это назвал удачей. Стосчётом того, что прицел был приблизительно вот как раз на SHZ. Хотя понятно, что он прятался за углами, опять же. Пока 5-5. Ситуация равная. Времени 47 секунд для того, чтобы решиться, куда же пойти. Команда CLG закидывается на смолтов. И Смоук на зелёнку. И ты находит оппонента. Прячется в нынчучки. Да если не попробует Ли. Конечно, попробует. Топ хэшка весьма неплохая влетает. Дэстонни замечательный абонент забирает бомб Керри. Тут же отвечает ещё и Куста. Минус 2. Но тут же Дэстонни ошибается. Это 2 в 3. Преимущество для команды CLG. Хотя можно было бы бразильцам вытащить, если бы не ошибались. Итнанда по-прежнему живет. Никакого не остаётся. Хэшка влетает за плент. Болтс и Зак вдвоём. Но это, возможно, провал. Времени, конечно, не хватает для того, чтобы разыграть это более конкретно. Там Куста уже в спине. Куста может забрать двоих. Но не получается ни одного минуса. Куста покидается. Ой-ой-ой. Рюкзак. Рюкзак. Итн вступает в бой. Одним КП остаётся у него. И на таких вот вообще краюшках иммортал забирает этот раунд. Потому что сами Сил-Джи ошиблись. Если бы Курс сделал фраги, это был бы раунд стабильный для команды Сил-Джи. Мало времени просто было у Control-D Gaming. Что-то они себя немножко подзагоняли здесь на этом раунде совсем. И, ну вот, грубо, да, за 17 секунд разыграть боевую ситуацию аккуратно. То есть именно не быстро, сломяя голову аккуратно. Это сложно сделать. Это реально сложно сделать. Поэтому, я бы сказал, ошибка Сил-Джи. Иммортал сработали. Да, на ошибках своего оппонента. Молодцы. Но я бы сказал, реально ошибка Сил-Джи. Слушай, ну пока 3-3. Но, опять же, да, это Д-Трейн. И это три раунда уже у команды Control-D Gaming на слабые половины Д-Трейна. Это важно. Важно это понимать. SHZ получает хаен на пол-хп почти, что очень-очень-очень ему больно здесь. Чего-нибудь ещё есть закинуть? Итан закидывает. Бам! Но по SHZ уже эта штука не попадает, да. 59 хп у него остаётся. Молотов на ту самую зелёнку закрывает в итоге звено из четырёх человек. Ну вот, по-прежнему, без снайперской винтовки действуют бразильцы, потому что, ну, некому её таскать. Пробовал Зак эту роль на карте The Cobblestone, но вот как-то не получалось. Там было пару фрагов, но в основном это всё, конечно, было не так эффектно, не так полезно, как он действовал с автоматами. SHZ забирает одного, второго не получает, здесь не разменит. Тут же Итан врывается в бой. Минус по Десне 3-3. И стил отлично. Возможно, была бы позиция, но не справляется и ФНС с разорота просто забирает его. 2 в 4, 2 в 3, прошу прощения. Control G Gaming, главное сейчас не залить им всё это дело. Там погибает ФНС, снова Куста промахивается, берёт в руки Эммочку и можно пробовать дальше. А есть вариант, это только хотел сказать для команды Immortals, но Зак остаётся последней. Известная позиция, Итан будет его выкуривать. Но Зак бежит в итоге за красный, на вилке, на сэндвичи. Хитрый, да, смотри какой маленький Зак, или большой Зак. Тут кому как нравится, наверное. Итан будет ставить бомбу на Б, не на дефолте, я замечу. Можно сыграть от нефтяного, как раз. И вообще-то Итан туда идёт, если честно. Да, да, и он именно туда идёт. И вот он Итан, вот тут Зак. И Итан всё-таки справляется с оппонентом. Хотя там спрей немножко... И Зак, кстати, да, на стрифе улетел вот с этого поребрика. Итан мог бы не справиться. То есть там какой-то рандомный шот, возможно, от Зака мог бы залететь. С учётом того, что он вообще был в воздухе. Ну, буквально там 150-200 миллисекунд, да. Потому что подлетал, по сути, с поребрика. Но 3-4, и CLG выходит вперёд. Опять же, ещё раз я просто повторюсь. То, что слабая половина Детрейна, ещё какой-нибудь один раунд, который будет прямо сейчас. А потом, может быть, ещё чего-нибудь. А на второй половине CLG могут просто поломать Immortals. Это очень опасно. Да и, в принципе, сейчас есть неплохие шансы. У нас уже раунд, кстати говоря, размины 2 в 3 в пользу команды CLG. Но всё-таки это были всего лишь чешки для команды Immortals. Но вот, опять же, для бразильцев здесь, может быть, сработает только лишь индивидуальная игра. Зак, как, возможно, так ментальный лидер, может помочь своей команде. Но вот по стримбе где-то вот слишком много ошибок. Даже имея тренера в ставе команды на данный момент, всё равно слишком много ошибаются Immortals. Я так думаю, что когда был тренером, он просто подсказывал ребятам, что вот так, вот так, вот так. Но когда он сейчас сам появляется в игре, и у него есть обязанность стрелять ещё, он ошибается сам и где-то не додумывает. Сколько мы видели ошибок на боковухе. Неставляет только одного игрока без поддержки, без снайпера играть Immortals. И здесь, ну, как бы ни крути, есть стил, есть болтс. И менее скилловые игроки, ну, не все. Опять же, не все силы G. Всё-таки силы болтс, конечно, красавчики. Но есть ещё там Рики, Катлер, Кусто. И те же самые ребята. Может быть, и ФНС не столь часто мы отмечаем по стрельбе. Но всё же он имеется. У нас тут какой-то вот такой раунд сдачи. Ещё это находится в спину. Да, ещё один. Он сам подставляется. Так вот, к чему я веду. То, что Immortals сейчас прыгают и по стрельбе. В основном тащат где-то вот моментами, ребята. То болтс пытался тащить, то, оказывается, какой-то момент Дестин, либо же Зак забирает двоих. Но это, опять же, какие-то раунды против экономических. И очень редко получается команде Immortals работать именно вот одним стаком. Одной командой. И в этом большая проблема. А у Силжи такой вот задел есть. Они команда. Где-то включается один, где-то врубается второй. Поэтому, ну, у них есть такие, скажем, переключатели в команде, которые могут отдельно друг от друга работать. А Immortals такого нет, потому что состав вот с заменами и с тренером ещё. Да, с заменой и тренером действительно тут коллегу на самом деле добавить особо нечего. Потому что команда Immortals, я бы сказал, вообще неплохо то, что она сейчас играет. Физически, я имею в виду, играет. Потому что там рассыпалось очень много всего. Прям очень много. Там вот эти замуты с KNG и замуты с CO командой Immortals. Организации вообще, организации Immortals. И Хенни и Лукас попросились. И Стилболтс остались. Ну, то есть, вот так вот вы играете, играете, играете. А потом оп, и вы вдвоём остались у полуразбитого корыта. Это, простите, это вообще не алло. То есть, это очень, это дикая ситуация. Это очень психологически прям супер тяжело. На самом деле. Ну, вот пытаются, ребята. То есть, мы, естественно, с плюс-минус нейтральной точки зрения, да, опять же, с Олегом здесь всё это разбираем. То, что вот этого не хватает, механики не хватает, тимплейных тактик не хватает, потому что их просто нет, потому что это невозможно было, да, сделать. Это просто стендыны пришли поиграть бразильские. То есть, они, единственный плюс, они общаются на одном языке. Всё, больше плюсов, по сути, нет. Получается, что так. И, может быть, то, что они разговаривают на братьевском языке и в одном комьюнити состоит знак. В итоге пытался принимать здесь выход на B-Plant. Балца тоже на межпланете снимают. Что-то как-то и ни одна позиция не сработала, ни вторая позиция не сработала. Выбивать это будет невероятно сложно. Возможно, и седьмой для CLG. Рано пока судить, но что-то позиция... Вообще нет позиции Immortals, я не знаю. Тут дико сложно убивать без гранат, да? То есть, вообще никак. По-хорошему, наверное, стало поступить в ESL, так же, как и Epicenter, просто взять и снять команду Immortals с этого путешествия. Потому что три игрока новых, соответственно, трое ушли. И, ну, вот как-то видеть здесь, и это, получается, как даже на Epicenter, просто отдали победу техническую команде другой бразильской. И те выступили уже в плей-оффе сегодня не особо удачно. Я вот сегодня не могу снять, потому что это было. Так, господи, боже мой, память. Вернись ко мне. Всего лишь в 3 часа ночи. Чего так слабенько-то? Пожалуйста, будь со мной. Counter-Strike много. Я вспомню, подожди. Много. Luminosity, Luminosity. Это были Luminosity, которые проиграли Cloud9, притом вообще в... такую кашу, что вот так вот. И Immortals должны были выходить на Epicenter. Но вот за счет всех этих событий Immortals просто подарили, ну, возможность для других бразильцев поучаствовать в этих квалах и дальше попробовать пройти в Yellow Cards. Ну вот, я думаю, что the Immortals здесь, ну, возможно, если цель позволит вот так вот менять игроков, то, возможно, что-то получится. Если найдут для себя какие-то замены, то maybe через там 4-5 матчей Immortals для себя найдут игроков. Возможно, это будут игроки из Luminosity, те же самые Showtime, PKL, Yale. Не суть важна. А может быть, даже это будут те ребята, которые сейчас играют именно Destiny. Это HZ, но, честно говоря, я бы пока убрал команду из возможности ставить, болеть за нее, потому что слишком мало шансов. Это просто вот сборная солянка. Это сборная солянка, ни больше, ни меньше. Согласен. Destiny убивает FNS, который хотел здесь... Да даже не то, что поджимать, на самом деле, а как раз выйти на позицию атаки. Но дело в том, что поджимали Immortals, эту сотку на имейне. И все удалось. Но Куста в итоге запущен на дальние, видит голову болца. Забавно. И Куста, короче говоря, просто его убивает. Причем, что ситуация... Ну, не такой простой выстрел был, да? Вот разыгравшийся Куста. Жесть какая-то. То есть человек просто реально жестит. Чисто механически. Это безумная концентрация. Это безумная форма сейчас. Я не буду утверждать то, что вот в этих онлайн-матчах сейчас у Куста максимальная его форма, но один хпл дэстон не сгорает до конца. Но, по-моему, это очень близко. Вполне близко. Но 2-3 еще есть по-прежнему живой куст. И посмотри на это. И фармит второго куста. Он вообще сегодня, по-моему, чего-то съел не этого. Того как хорошего. Как раз хорошего, наверное. Да, возможно, и того съел. Возможно, если с этим хп остается. Есть хаешка, но слишком много оппонентов здесь. И мог бы сейчас стать в молотов и просто скорей. Он может упасть. Он может споткнуться и лицом удается об стенку. Но это брейки, которые заканчивают жизнь импонента 3-8. Не денег с нового команды Immortals. Конечно, можно попытаться закупиться там первой арморой плюс эмки, но это не вариант. А, точно. Мне тут опять тщательно напоминает... Бразилия почему-то такая сложная. На португальском языке же. Нет бразильского языка. Да, 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 да. Я постоянно путаю. Я, наверное, так и буду путать. Не к тому, что я делаю это специально, а просто Бразилия-бразильский, Португалия-португальский, Испания-испанский. Понимаете, да? То есть у меня это в голове. В 4 ночи пока не маним. Мы не лингвисты, поэтому мы не знаем. Не-не-не. Мы, конечно, можем догадываться, но путаемся. К тому, что звучит просто очень. В 4 утра работает, судя по всему, именно так. Если честно, в этом прошло прощение. Да. Не знаю. Постараюсь, наверное, не упоминать в будущем, потому что жесть какая-то. Столько раз ошибаюсь на этом бразильском уже, и при этом из башки он так и не выходит. Болтс и Зак остаются вдвоем против Рики и Кусты. Вот. И Кусты закидывает смок на зигзаг. Закрывает в итоге бомба на руках. Можно плент поставить на дефолт, кстати. Ну или около того. На дефолт решает. Ну-ка. Интересно, куда. Не-не, на дефолт. Слушай, все-таки на дефолт. Я думаю, куда поставят. Это просто важно. Первый план выигрывает с командой Control G Gaming. Восемь раундов. На слабой половине Детрейна. Рики в итоге умирает. Все умирают. Но бомба поставлена. Ну, а что добавить? Восемь раундов они взяли. Все. То есть можно делать, что хочется. Не знаю. Все, что хотите. Еще двоечку, если получится. Ну, это прям совсем край, да? Один-два и вообще шоколадно. Смотри, по итогу у нас Immortal взяли только два девайсных раунда. Только два. Это был раунд под номером шесть. И вот только что Immortal's'ы показали и то с большими потерями. И закупаются ребята на последнее. У Steel G денег хватает на то, чтобы сделать бай. И там еще остается, ну, две плюс тысячи. Рикки там скрепил себе какую-то вообще сумасшедшую сумму. У него было почти по десятку. Но в традиции это парень, который умеет. Парень, который могет. Дальше мы видим, как в бразильце Фомас, Калашников, две М-ки и снайперская винтовка. Вот берет болт уже в руки снайперскую винтовку. Уже, видимо, от отчаяния, потому что не хватает снайпера на этой карте. И на Коблсу не хватало. Но вот сейчас Зак ошибается вновь. А с Гранта это был Молтов, который был брошен в Смоук. Это интересная стратегия. На Д-трейне снайпер очень нужен. То есть, возможно, ты прав. И на Кобли нужен, но его не было. Да, и вообще-то и на Кобли действительно. Да, да, и на Кобли тоже нужен. Действительно. Да, хотя бы в дефолтных позициях. Причем эти дефолтные позиции уже есть. Ну, в смысле, вообще, да, и они уже годами там. То есть, действительно. Вообще нечего добавить. Вот серьезно. Аплент закидывается. Команды Control G Gaming. Ну, давайте посмотрим. Под флешку на сотку стараюсь врываться. Болтца ослепляют очень вовремя. ХАЕ в итоге на эту сотку летит. Неплохая ХАЕ по всем, но немножко. Но нормальный. СХЗ, интересно, примет ли ФНС ослепленный. Двоих принимает СХЗ. Прям найс. Итан, кстати, ФНС убивает. То есть, по сути, СХЗ принимает одного, получается. Хотя у него два килла. То есть, он еще одного убил. Остается реки, остается Кусто. Кусто со снайперской винтовкой. Ну, вряд ли его здесь отпустят. Хотя Кусто аккуратненько доводит прицел на верх. Опять же, вагон. О, господи, боже мой. Кусто жесть какую-то творит. В ситуации, когда он просто должен отлетать. Он еще огрызается. И чуть не убивает двоих, кстати. Ну, там живет по-прежнему Destiny с одним какой-нибудь. Какая-то магическая цифра. Все-таки добивает Кусто, добивает реки. Это 5 раунд для команды Immortals. Ну, и бразильцы постепенно, постепенно возвращаются в эту игру. Денег нет уже у ControlLogic Gaming. Нужно закупать. Отом тег залетает. Даже второй тег залетает. Не так часто мы видим тег, кстати говоря, и 5-7 в последнее время. Но теперь уже 4 тега. Нет, 3. 3 тега. 4. Я считал, что чуть-чуть. Смоки есть, флешки есть. Возможно, дефолт на раунд с раскидками на Appland. И контактный выход от CLG, которые могут показать. Ты был прав в первый раз. 4 тега. 4. 4 тега. 4 тега, да. Я умею считать. Я вот не умею. Да-да-да, поэтому... Ну, посмотрим. Тут такой момент, опять же, да, что... 5-7, тег-9 поменяли. И вот эти пушки стали более такие оружие позиционной войны. То есть стрейфиться нельзя, как бы бегать нельзя, ничего нельзя делать. Можно вот стоять аккуратненько и полустрейфы, министрейфы такие из-за угла делать. Это все. А раньше и 5-7, и тег-9 мы помним, как все использовали, да? Там тых-тых-тых-тых вот так вот постоянно. Стилл в итоге... Ух ты! Отпускает Рики здесь стилл. Я, может, попозже продолжу. Итан. Очень далеко дайвит. Очень далеко ныряет. Ой-ой-ой, как Итан далеко ныряет на Б-Плент. Он может очень много здесь порешить. Итан, минус один. И почти что минус два. И в итоге Итан должен умирать. Итан живет. Все-таки нет, умирает. Вот великолепная вылазка от Итана. Позволяет сохранить довольно много времени ребятам из команды ContraLogy Gaming. И одному бы встать как раз, да-да-да-да-да, на бойлеры. И вот номер восемь это делает. Это Катлер, у него 100 хп. И он будет играть под бомбу. Там еще двое... Вы посмотрите, что они делают. Вы посмотрите, что они делают. С ума сойти. Они убивают. Они убивают. И стек-9 просто, возможно, убьет Дестани. А если не он, то времени все равно нет без вариантов. А Дестани еще, возможно, и не уйдет. Потому что Катлер выходит, отдает голову. Это просто раунд с теками и одним P250. Плюс арморы даже были не у всех. Но ContraLogy Gaming справились с этим выходом. И по итогу девятый раунд для них. Хотя должно было быть, по идее, 6 для Морта 100%. И потом уже, возможно, даже 7-8 для бразильцев. Это был бы неплохой результат. Учитывая то, что они показывали до этого. Ну и в карте Купа Слон тоже смотрелись не особо эффектно. Теперь же одна МК. Две МК. Две Чешки плюс один Дезерт Игл. Разкидка более-менее имеется. Есть также у всех... Нет, не у всех. Только лишь ССЖ это не имеет. Второй армор. Только лишь первый. Но более-менее. Хотя бы могло быть и хуже. Астил погибает от рук Итана. Уже опенфраг для команды Силджи. И вот на этом моменте ему просто нужно подзадуматься. Потому что теряет еще и Зака. Только один девайс остается на руках команды. Болтс находит для себя размен. Хаишка вылетает. И Итана ходит не совсем туда, но все-таки остается живым. Но там куст отрабатывает. Куст вообще какой-то не человек, мне кажется. Это робот. Маленький азиатский робот. Это капуста. Куста капуста. Он съел капусту. И выросли далеко не то, что мы ожидали. Но вырос скилл. Так что ешьте капусту. Действительно скилл. Вообще-то, кстати, полезный продукт, между прочим. Если об этом говорить. Девятый раунд. Выигрывается команда Counter Logic Gaming до этого раунда. Сейчас еще десятка залетит, небось. На слабой половине Детрейна. Куста видел оппонента. Болтс последний. Бух. Просто десерт игол от куста. До свидания. Пять-десять. Первая половина. Очень сложно что-то вот здесь. Здесь конкретно проанализировать. Кроме того, что мы уже сказали. То есть вот такие матчи. Всегда вот в таких матчах. Прям по-настоящему тяжело. Потому что все на тарелке вот лежит. То есть тут все. Оно не скрытое. Оно совершенно открытое. Разве что неплохо было бы знать почему. К чему это вообще привело. В смысле как к этому. Как до этого дошли команды Immortals, например. И все. И вот мы опять можем сказать. То, что Immortals с заменами. То, что у них тимплея не особо есть. Все разрушено. Как бы все горит. Все в прахе просто. Все превратилось в прах. И все карточные домики по-натпадали. А у команды ControLogic Gaming. Опять же еще раз. Есть ребята, которые могут играть, могут не играть. Но те самые X-Factor, которые если играть, могут играть сильно. То есть вот в чем разница. Не просто играть или не играть. А играть именно сильно. Это действительно может приносить целые карты команде CLG. Грубо говоря. Но они настолько ли нестабильны, что нельзя предположить. Они сегодня будут или нет? Да непонятно вообще. Кусто как бы капусту съест или нет. Такой вопрос. Такой ответ. Вот. И просто слабая половина D3 на 10 раундов. Если возьму пистолетный, то в общем почти что все на самом деле. Но Immortals могут вернуться. По идее нужно взять только 2 раунда. Пистолетный плюс девайсный. И CLG выходит на счет 15. Ну если не будет бомбы, то 15-5 по итогу. А камбэчи, как мы знаем, Immortals могут. Но люди потому, что мы видели на Коблсоне так только. Поэтому здесь в атаке для Immortals может быть сработает как раз таки фактор индивидуальности. Потому что в атаке можно выйти в одного раз, сдать по щам одному второму и как-то вот так. В защите такого случается конечно пореже, но все-таки тоже может быть. Но опять же мы столько много сегодня мусулили всю эту тему с Immortals. Вот эти две замены, даже три. И это все может работать и в одну в другую сторону. Как могут себя проявить игроки, так и не могут себя проявить игроки как команда. Это само собой, что вот три замены, расстроенный стил, расстроенный болт, что пришли новые ребята. И с ними нужно сработать, с ними нужно найти общий язык. И все это должно быть вкупе. Но, естественно говоря, я понимаю, что это будет камбэк. Immortals, конечно, ребята хорошие. В принципе, бразильские ребята хорошие. Учитывая, что Destiny и HZ довольно молодые ребята, могут, конечно, там, не знаю, врубить характер свой бразильский. Типа там, да мы можем, сейчас мы покажем, господи, что это. Какие-то силы G, сейчас врубимся и начнем их конопатить. Но по итогу получается совсем другая ситуация. Да, да. Ну, то есть не хватает тех игроков, которые есть. Потому что Counter-Strike командная игра в итоге. И просто на одном скиле, как говорится, не затащишь такое. Как говорится, не упоминайте в суе, да. Мы недавно видели у команды Na'Vi. Совсем недавно. Когда они недавно проигрывали. И там Simple тащил, тащил, тащил. Постоянно. Причем вообще постоянно за всех. Но одного Simple недостаточно. На Overpass'е, по-моему, было как раз. Вот кто в чате помнит. Против Ашеров? Даже напомню. Против Ашеров, да. Да вообще в последнее время, в смысле, даже не против Ашеров, между прочим. То есть Simple тащит, тащит, тащит. И вот никак. Там тащит, тащит, тащит. И вот никак. Здесь Boltz пытается... Пытается вот из-за всех сил, да. Все пытается делать Boltz. Но его недостаточно. А Steel, скорее всего, переживает из-за того, что вообще так все произошло. Да. И приходится теперь новых бразильцев искать. И, возможно, смотреть, опять же, Фоллиновскую Академию. Это как будто сериал какой-то. Фоллиновская Академия на предмет свободных, молодых, каких-то уникальных талантов. Это еще вопрос о том, ну, не заберут ли этих возможных талантов СК Гейминг. То есть, ну, в смысле, не прибрали ли к рукам. Да, потенциальные, я имею в виду. То есть, такой вопрос. Естественно, ничего пока не понятно. Катлер снимает Зака. Ух ты, Катлер, здорово, посмотри, как работает. Здесь даблкил уже по Destiny и по Заку. Boltz отвечает на ФНС. Рики снимает СХЗ. И Steel Boltz, вот они. То есть, вот старый состав команды Immortals. Они остались только уже, вот все. Но все же свои фраги находит Steel. Дважды убивает оппонентов. Тот же Steel и Boltz вдвоем. Как раз таки этот костяк может сохранить раунды команды Immortals. Куста отвечает, ну, Куста вообще сегодня какой-то блютый. И против него очень опасно выходить. По-прежнему жив Boltz. У него 28 хп. Буквально два патрона с Юспа. Даже взяла. И тут уже прощай-прости. Ничего не говори. И Boltz раунд может не потащить. 24 секунды. Нужно идти по-любому. И тут, в взгляд, вылетает пуля. Ну, отключает неплохо. Но Куста с Итаном. На двоих разбирают оппонентов. Это один с раундами. Команды Control G Gaming. Они тащат раунд пистолетный. Соответственно, сейчас экономический для Immortals. Потому что... Ну, даже Force вру. Force для Immortals. Потому что бомбу они не ставили. А так бы можно было попытаться. Но до плента не добежали. К сожалению, бомба выпала прям у подножья плента А. Да. Не получается собраться на этот Эверест. В команде Immortals сейчас. Ну и вот, да. Я продолжу тему. Пока здесь возможные форсы. Полностью фармганы от команды Control G Gaming. Понимаю, что если будут раунды еще отдавать. Мало ли вдруг в будущем. Да. Сейчас бы было бы... Ну, по-хорошему было бы прикольно вообще-то подформить. Баксы в 600. Там 1200 на лицо. Мало ли кому залетит. Вот Фнесса может залетит. Хотя на эти пистолеты он наломаться не будет. А вот это хае может много решить. Бам! Не очень много. Но по двоим как минимум. По троим даже, я бы сказал. И залетает. Ну вот. И в итоге в Команде Immortals приходится искать таланты. То есть вот как раз залетел вот Хорви. Какой-то, да. Вот непонятный, вообще неизвестный. То есть непонятный, хороший, плохой. Но по факту, в принципе, был такой вариант. Был такой слух. То, что он должен сегодня было играть. Но в итоге это будет Зак. Я бы хотел еще каких-то братьевцев увидеть. Я вот почему муссирую всю эту тему. Сейчас чуть позже. Фнесс снимает оппонента. Это был Зак. Дестонни пытается найти оппонента. У него получается. Это был Татлер. Сейчас еще и Фнесса отвалит, кстати. А, могут попытаться. Но выходит Фнесс. Выходит вся команда Immortals. Отваливаются от рук Фнесса. Два в один. У Стилла есть шансы неплохие на разыгровку этого раунда. Опять же, игрок команды Immortals может реализовать раунд для себя. 20-ти хиповый Фнесс. Бомбы на руках, правда, нет. Это большая проблема. И информация об этой бомбе есть у самих Стилл Джи. Поэтому они будут вдвоем на линиях контролировать выход. Стилла. Тут же Итан. И Стилл. Мог поразовелить ситуацию. Там выходит Итан. Пропрыгивает. И там же двое игроков команды Стилл Джи. Если в меня очко выстрелится, это будет печально. Там Смог есть. Поэтому сейчас Стилл пойдет под флешку, под свою врываться в тьмок. Это может быть шанс для команды Immortals. Стилл пошел дальше. Восторг и появление имеется. Но подпрыгнул. И Итан добирает последнего выжившего игрока команды Immortals. 12-15. Ой. 15. Господи. Что ты говорил? Пока не 15. Это мечты. 12-5. Да. 12-5, дорогие друзья. И продолжу тему. Потому что экономический раунд от команды Immortals на данный момент. И, возможно, и 13-й для Contology Gaming. Ну вот. И я почему массирую тему-то вот с этой фоллиновской академией. Потому что фоллин над ней продолжает работать. И бразильское комьюнити. Вроде потихонечку. То есть мы видим. Мы видели Челла уже в команде посильнее. Да. А мы же его совсем не помним в команде Illuminosity. То есть Челла раньше играл в другом коллективе. Еще там ребята. То есть постепенно. Вот эти старые ребята, которые были в буквально пятом тире. Там четвертом тире бразильском. Я даже бог знает в каком тире. Если честно, Селла остается последним в итоге. Никто не умер у команды Contology Gaming. Пока что от этих пистолетов. Вот. И они теперь играют эшелом выше. То есть получается, что по-хорошему, наверное, в четвертый тир должны прийти какие-то новые бразильцы. Которые вот около вот этой академии фоллиновской находятся. Ну в смысле приблизительно где-то там. Или если это сверх суперталанты, то можно сразу залететь. Как раз вот идеальный вариант. Прям идеальный. Это какая-нибудь команда Immortal сейчас. Потому что, понятно, все бы хотели, я думаю, все бы бразильцы хотели играть в СК-гейминг. О, СК-гейминг там, вот это все. И я абсолютно уверен, что даже чат бы назвал несколько замен. Два, если бы точно, две замены. Ну, на мой взгляд. В СК-гейминг, которых можно было бы заменить игроков, я имею в виду, вообще в принципе заменить. Вот, интересно, что назовет чат, можете назвать, если хотите. Но я думаю, что это так не особо работает. То есть все равно нужно стараться, да, все равно нужно работать над своей игрой. И в СК-гейминг, короче, сразу не попасть. Я закончу эту тему. Но можно попасть теперь в команду Immortals, если ты суперталантлив. Но пока такого игрока в Бразилии я не вижу. То есть я не нашел. Я, может, плохо следил, но, по-моему, пока нет нового. Ну, в СК попасть это как самый высший эшелон, получается. Это уже высшая ступень для бразильской коалиции. Но по итогу получается, что, возможно, да, есть, наверное, билетик какой-либо. Там стоит до упора, вообще не стесняется получать дэмэджа. Но пока что у нас... Да, вот в Бразилии, опять же, продолжая, потому что у нас нет выходов. Никаких, и нам все-таки воюют с верхницем. В Бразилии... Да, что ж такое-то. Дайте мне закончить мысль. Стилл все-таки сваливается снизу. Итан погибает. Эта дуэль свершилась. И Immortals идут дальше. Дэст не выходит на FNS. Получается забрать его. Слэшка и в стреке против оппонентов. Но бразильцы уже 2 в 5 остаются в преимуществе. И бразильцы идут дальше. Immortals падает, по-моему, даже на тупике. Стилл находится на верх-низе. И там два оппонента, которые могут на него выйти. И выйдут ли, в принципе, и где же вы, ребята? Нет. Влетает ХАЕшка. Трук Катлера. Ну, по-моему, сейчас даже Сил-Жи могут оформить 3-тек для всего этого. Потому что куст идет дальше. Терять ему вообще нечего. Есть калаш. Заветный калаш. Есть болт, с которым можно забрать. Есть девайс. И можно было попробовать пойти. Но не решились, потому что не знают позиции абсолютно. Так вот. Бразильский КС сейчас реально растет. Потому что для меня лично самый сильный КС сейчас это датский. Лично для меня. Если брать европейские сборные, типа Фейс, типа Оптиков, который там поднимается, самый бюджетный Фейс, то именно для меня сейчас датский самый-самый-самый-самый сильный. Тогда вопрос. А как вот... Кто сейчас в Дании, на твой взгляд, самый сильный? С учетом того, что Астралис, например, у них сейчас проблемы. Механические проблемы у самой команды. Я все же думаю, что Астралис. Это временные проблемы. Это не какие-то полугодовалые застои. Это вот какой-то один турнир. Ну, может быть, там месяц-полтора. И ребята испытывают. Потому что они тащили. Не всем хватает такого запала. Я думаю, что и Фейсам тоже не хватит такого запала, чтобы выступать на протяжении полугода. Может быть, даже и больше, как это делали те же самые СКА, те же самые Астралис, чтобы вот показывать результат на постоянке. Выигрывать мейджеры, выигрывать крупные турниры. Поэтому здесь, опять же, вот какие-то возможные... Ну, просто вот стесались чуть-чуть ребят. Нужно им поднабрать новые формы, какие-то новые тактики, новые... мотивацию подловить. Поэтому сейчас вот... Я думаю, что Астралис, ну, через месяц-полтора, наверное. Интересно, интересно. Ну, а дальше Норфа, дальше... А дальше кто-нибудь еще. Кто-нибудь еще. Хероик. Опа. Да, Хероик. Да, Норф, Хероик. Вот топ-3 Дании, но и все три команды пока что показывают неплохую игру. Если брать шведов, там все весьма печально. Там флюшная компания. Могут, наверное. НИПы не так смотрятся. Хочется, сегодня, наверное, G2. На бразильской КС, только SK Gaming сейчас остаются. Французы, но... Типа G2, N-VS, ну, такой себе. А кто там еще у нас есть из всего этого? СНГ, ну, пока не тащат. Да, СНГ, наверное. Ну, Азия вообще, я молчу. Да, Азия пока отдельно, хотя в Китае Counter-Strike ввели потихоньку. Ой, ну это через год, походу, реально, не раньше. 14-6 тем самым временем. Клач-ситуация 1 на 1 была вот как раз под конец, дорогие друзья. Команда Counter-Logic Gaming будет бороться против такого себе бая. Tech9, СС, Десерт Игл, Галил, UMP. И сложно, сложно на самом деле здесь сказать. Что-либо ФНС Фармилова устраивает, у него кончаются патроны, просто банально. Хотя его вроде должны были бы и так забирать. Кстати, по поводу патронов, по поводу Галилы, по поводу того, что болт сейчас топил на Галиле, Вот такой вот Я на Европе сегодня говорил об этом А на Америке не говорил Поэтому для тех, кто смотрит сейчас Американский, североамериканский Counter-Strike, 15-6, кстати говоря, счет То есть в шаге от победы Control G Gaming, денег нет у команды Immortal Соответственно, возможно, и 16-6, между прочим Я пока успею, надеюсь Галилов, Амаз были изменены Скрытно почему-то в Альве И они об этом не говорили, вообще никто об этом не говорил От 17 августа 2017 года, соответственно Но теперь спрей Вообще, с 17 августа, грубо говоря Спрей-паттерн Галилы и Фомаса был Оказывается не такой точный, как раньше Коста взрывает SHZ Тем самым временем FNS расправляется с Destiny А Берст Шота и ФНС убивает Зака А Берст Шота и Тэпэ Со скоростью не более чем 250 миллисекунд, раз в 250 миллисекунд Теперь на 15-20% точнее, чем были Это к вашей информации для вашего ММ-чика, чтобы взять Global Elite, вот это все А у нас из нас 6 Да, полезная инфа В принципе, потому что я тоже этого не знал Теперь это будет еще большим Знаете ли, по основаниям В моем мозгу Да, две карты у нас уже прошло Immortals проиграли 2-0 по итогу Но это было ожидаемо, опять же, для тех, кто смотрел За происходящим Те, кто знали, что не будет Кейнжи, не будет братьев Бразильских и...